Сегодня жители города снова имели возможность пообщаться с градоначальником. Юрий Гришан провел встречу в новом формате видеоконференции. Граждане задавали вопросы индивидуально в специально оборудованном кабинете. Такой формат встречи использовался впервые. С тех пор, как были введены карантинные меры, прием жителей велся исключительно по телефону. У меня сегодня прошла очень важная встреча с горожанами в режиме прямого общения, пусть даже через экран, но все равно прием по личным вопросам состоялся спустя почти год. Мы отстроили аппаратуру и человек находится у нас на первом этаже в приемной мэрии города Магадан. Я у себя в кабинете, потому что пока дистанция соблюдается. Я скажу, что достаточно все прошло активно. Кто-то пришел с вопросами по жилищному, по жилью. У нас действительно есть очень проблемное общежитие по Марчиканской улице 38А. Есть вопросы по благоустройству города. Были сегодня вопросы по освещению по улице Шандарашимича, от транспортной до таможни. Действительно, дворовые территории освещены. Часть улицы Шандарашимича освещена, часть территории таможни. Но люди очень много ходят из этой части города в Моремол. И там нет тротуара. И проходим, к сожалению, по неосвещенному участку уличной дорожной сети. Тоже вопрос взят на контроль. Сейчас рассмотрим, дадим человеку ответ. И включим в муниципальное задание нашему предприятию Горсвет для того, чтобы летом это все было сделано. Наверное, активность сегодня не такая, как на очном приеме. Но тем не менее, лед тронулся. Люди пошли в мэрию. У нас началось прямое общение. В дальнейшем, по словам Юрия Гришина, будет налажен формат видеовстреч с гражданами через иные сервисы. Задать вопрос и внести предложение можно будет также, не выходя из дома. Данный формат обретут встречи не только с мэром города, но и с другими чиновниками. Для этого необходимо будет предварительно записаться на прием. Какой-нибудь стоял.